друзья всем привет я сегодня снова нахожусь на западном обходе города краснодара и вы наверное уже привыкли к тем видео обзором жилым комплексов которые находятся в этом территориальном расположении но сегодня я покажу жилой комплекс в которой любится практически каждый ведь его концепции воплощается все то что хочет видеть каждый житель большого мегаполиса а это и малоэтажное строительство стильная архитектура большое количество озеленения все то что нужно для комфортной и приватной жизни меня зовут кирилл редниченко компания ассоциация застройщиков и речь сегодняшнем видео обзоре пойдет о комплексе который действительно вот для комфортной жизни сегодня расскажу о жилом комплексе зеленая территория сейчас мы с вами перенеслись в демопарк который на данный момент является визитной карточкой жилого комплекса и фактически символизирует его название зеленая территория и уже здесь и сейчас видно с какой любовью и ответственность застройщик подходит благоустройству не только парковой зоны которая будет на территории жилого комплекса а всего его пространство обилие взрослых хвойных и лиственных деревьев кустарники газонная трава в сочетании вот с такой вот интересной тротуарной плиткой светодиодное освещение фонтаны все это будет радовать будущих жильцов в зеленой территории и конечно же среди всей этой красоты будут располагаться зона отдыха экологичные детские спортивные площадки как я говорил уже ранее жилой комплекс зеленая территория располагается на западном обходе а если быть точнее то в границах таких улиц как улица генерала брусилова улица генерала корнилова ты улица снежная через каждую из этих улиц жители жилого комплекса зеленая территория смогут выезжать на западный обход не создавая плотную пробку на одной из этих улиц для жителей жилого комплекса, которые передвигаются на общественном транспорте, будут доступны две остановки рядом с комплексом. Одна из них на западном обходе, вот она. Вторая располагается с другой части комплекса по улице Снежной. По общественному транспорту есть хорошие новости. До недавнего времени по западному обходу ходили только маршрутки. Да, на них можно было добраться в любую часть города с пересадками, длительным временем пути. Но не так давно на западном обходе был запущен маршрут троллейбуса номер 4, который идет от железнодорожного вокзала Краснодар-1 по западному обходу и приходит немецкую деревню. И, конечно же, не стоит забывать про реконструкцию западного обхода с продлением трамвайной ветки западного депо. Трамвайная линия будет идти по улице Красных, Партизан вдоль всего западного обхода и до самого баскет-холла. Тем самым, к концу 2024 года у жителей западного обхода появится еще один вид общественного транспорта. Это трамвай. Друзья, посмотрите, какое расстояние между западным обходом и жилым комплексом. Фактически, это буферная зона, которая отсекает жилой комплекс от шума, пыли, от проезжей части. И позволить жителям жилого комплекса зеленая территория, наслаждаться той созданной зеленью, красивыми фасадами, спокойной, комфортной, безопасной обстановкой. Вокруг жилого комплекса преимущественно преобладает частный сектор и открытая территория. Это, конечно же, большой плюс для жителей зеленой территории. Когда из окна открывается просторный вид, и тебе не приходится вплотную смотреть дом на своего соседа. Друзья, сейчас я нахожусь около макета жилого комплекса «Зеленая территория», на котором вам фактически покажу, как будет выглядеть комплекс по завершению строительства. Площадь земельного участка, на котором реализуется жилой комплекс, практически 17 гектаров. На ее территории будет построено 13 жилых домов, 9 этажей. Будет построено три отдельно стоящих торгово-офисных помещения с паркингом, детский сад на 365 мест и муниципальная школа на 1550 мест. Комплекс реализуется в три очереди строительства. Первая очередь строительства – это литер 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 – торгово-офисное помещение с паркингом. Сроки сдачи, в первую очередь, строительства – литер 1.1 – это третий квартал 2024 года, литер 1.2 – четвертый квартал 2025 года и литер 1.3 – это у нас четвертый квартал 2026 года. Также в 2026 году у нас сдается торгово-офисное помещение. Вторая очередь строительства – это у нас литер 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и также торгово-офисное помещение. Сроки сдачи второго очереди у нас пока еще не установлены. Третья очередь строительства – это у нас литер 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 и 2.11. Также в третью очередь строительства будет сдаваться торгово-офисное помещение с паркингом. О нем я расскажу вам чуть-чуть подробнее. Что касается школы на 1550 мест, она будет сдана в 2024 году и с 1 сентября 2024 года дети пойдут уже в школу. Детский сад у нас сдается в декабре 2024 года и в литере 2.5 у нас также будет располагаться частный детский сад на 85 мест. Дома, как я уже сказал, все будут девятиэтажные. Вход во двор будет осуществляться по ключ-карте, он фактически будет закрыт от посторонних. Машин во дворе не будет, они будут располагаться на парковочных местах по периметру дома, либо в индивидуальном многоуровневом паркинге. Подъезды в домах будут сквозные, это очень удобно для жильцов, потому что они смогут припарковать свой автомобиль на внешней парковке и через подъезд пройти во двор своего дома. По первым этажам будут идти по внешней части дома коммерческие помещения, а по внутренней части будут располагаться на первых этажах уже квартиры. Поэтому во дворах каждого дома будет тихо, спокойно и не будет этого движения жителей по посещению коммерческих помещений в жилом комплексе. В каждой очереди строительство будет реализовываться по одному семиэтажному торгово-офисному зданию с паркингом. На первых двух этажах будет располагаться коммерция, а вот выше уже будет располагаться паркинг. Что касается литера 3.1, здесь история более интересная. На первых двух этажах будет располагаться фитнес-центр G-Matic, также он будет включать в себя три бассейна, а вот крышу уже планируется сделать эксплуатируемую и здесь скорее всего мы увидим уже теннисные корты, зоны для занятия спортом, воркаут-зоны и конечно же лаунж-зоны. Также в одном из трех торгово-офисных центров у нас будет размещен конгресс-центр и библиотека. И самое интересное, в третьей очереди строительство будет реализована парковая зона площадью 1,2 гектара и помимо озеленения ландшафтного дизайна мы здесь увидим и зоны развлечения для детей и взрослых. Для детей например такие зоны как скейт-парк, детские игровые площадки, ну а для взрослых конечно же здесь будут лаунж-зоны для отдыха. В самом центре парка у нас будет располагаться амфитеатр и конечно же фонтан. Территория парка будет закрыта и жители комплекса будут входить на него по ключ-картам. Помимо парковой зоны у жителей зеленой территории всегда будет возможность покататься со своими детьми на велосипедах по организованным велодорожкам, либо погулять по многочисленным аллеям, которые вот располагаются по всей территории комплекса. Что касается парковочных мест в жилом комплексе зеленая территория. Парковочные места реализуются с коэффициентом один к одному. Это означает, что парковок здесь хватит всем. При этом в трех торговых помещениях будут размещаться 1482 парковки, остальные будут располагаться на придомовой территории. При этом сейчас прекрасная возможность купить паркинг, он уже продается, то есть парковочное место в многоуровневом паркинге. Его цена составляет всего лишь 450 тысяч рублей. В прикладке фасадов используются два вида кирпича. Один Манчестер Кроста от Славянского завода и второй реки от Одноменного завода российского производителя. Я хотел бы остановить внимание именно на этом кирпиче Рекке, потому что считаю, что это один из самых красивых кирпичей в темном исполнении от российских производителей. Сейчас объясню почему. Обратите на его особенность, на его тональность, то есть фактически при разном освещении этот кирпич меняет оттенки от матового цвета до глянцевого и при этом, когда у нас одно освещение, он выглядит в одном исполнении, когда у нас солнышко начинает переливаться совершенно по-другому, тем самым вот фасады выглядят очень интересно. И жителям комплексов, конечно же, интересно наблюдать, как меняется вид их фасада. При этом этот кирпич хоть и является керамическим, но фактически по свойствам он практически приближен к линкерному. Поэтому мы еще раз здесь убеждаемся, что при выборе материалов фасада застройщик, конечно же, уделяет большое внимание не только его внешнему виду, как он будет выглядеть, а также и качеству тех материалов, которые используются при его строительстве. Друзья, ну а сейчас давайте пройдем на строительную площадку. Я вам покажу, на каком этапе строительства находится литер 1.1. Я сейчас нахожусь перед литером 1.1 и здесь уже завершены монолитные работы, завершается кладка кирпича по фасаду и идет остекление. Обратите внимание на сочетание вот двух видов кирпича, которых я вам показывал, Манчестер Кроста и Рёке. Выглядит очень интересно и также классно сочетается именно с ламинацией окон в темном стиле, то есть в едином стиле комплекса. При этом окна здесь большие, я вам о них расскажу чуть-чуть позже, когда я буду показывать вам планировки, а в некоторых квартирах очень большие, имеют угловое остекление. При этом вся эта красота будет подсвечиваться в ночное время, либо вечернее время и все жители западного обхода будут видеть зеленую территорию. Здесь также застройщик уделяет внимание деталям. По фасаду будут установлены корзины под кондиционеры и мы в дальнейшем с вами не увидим здесь внешние белые блоки, которые будут портить общий вид фасада. Также здесь предусмотрена дренажная система, которая будет отводить конденсат кондиционеров. И фактически мы здесь с вами не увидим истории, когда будет под домом образовываться лужи, либо будет что-то капать сверху. Что касается технологии строительства, то в качестве фундамента используется свайное поле, обвязанное монолитным розверком толщиной 700 миллиметров. Далее у нас идет железобетонный каркас, который утепляется минерально-ватой. Далее идет фасадный кирпич. Внешние проемы заполняются газобетонными блоками 300 миллиметров, а внутренние проемы квартирной перегородки газобетонным блоком 200 миллиметров и межквартирные 100 миллиметров. А сейчас я зашел внутрь литера 1.1 и, как видите, здесь кроме бетона вам пока что показать нечего. Ну и некоторых, конечно, инженерных сетей. При этом этажи будут выглядеть здесь очень круто, как и холлы. По полу здесь будет керамогранитная плита, стены будут оштукатурены, окрашены в единых цветовых решениях. По комплексу, по потолку будет потолок грильята, здесь также будет много стекла, зелени. Ну и, конечно же, будут элементы декора, такие как картины. Все будет выглядеть очень круто. Здесь, обращаю внимание, вот две лифтовые шахты будут установлены, установлено в каждом подъезде по два лифта. Один грузопассажирский, второй пассажирский. То, что мы видели на рендерах, я сейчас вам покажу, здесь будет все выглядеть также очень круто. Будут обрамления вот под дерево и находиться именно вот во входных группах здесь будет очень приятно. То есть уже зайдя внутрь, вы будете ощущать себя в жилом комплексе, который сделан именно для комфортного проживания. А сейчас пойдемте наверх, я вам покажу планировки по квартирам, которые также стоят внимания. Пойдемте. Количество квартир на этаже от 4 до 9. При этом в литере 1.1, в котором я сейчас нахожусь, всего 6 подъездов. Мы сейчас с вами в первом подъезде и здесь 9 квартир на этаже. А вот, например, уже в третьем подъезде всего 4 квартиры на этаже. При этом на это тоже стоит обращать внимание при выборе квартиры. А сейчас давайте пройдем внутренне, я покажу вам планировки квартир. Первая планировка, которую вам покажу, это однокомнатная квартира площадью 43 метра 77 сантиметров. Эргономичность, правильные формы, функциональность это не только особенность, а очень большой плюс планировок в жилом комплексе зеленая территория. При этом все коммуникации выведены за пределы квартиры. Здесь мы с вами не увидим вентиляционных шахт, которые съедают пространство комнаты, непонятных решений по трубам водоснабжения и водоотведения. Но давайте все-таки вернемся к планировке однокомнатной квартиры. Я сейчас нахожусь в коридоре и его площадь составляет 3 метра 20 сантиметров. При этом здесь есть вот такая ниша функциональная, в которой можно установить шкаф-купе, где вы сможете разместить свою верхнюю одежду. Далее нет узких коридоров. Мы проходим в пространство, которое связывает кухню-гостиную, туалет и комната, в которой сейчас находится оператор. Что касается санузла, то здесь он большой, его площадь составляет 4 метра 28 сантиметров. И здесь вы без проблем установите ванну, унитаз. Можете поместить здесь даже стиральную, сушильную машину. С этим здесь проблем не будет. Пойдемте далее в комнату. Сейчас проходим в спальню. Ее общая площадь составляет 11 квадратных метров. Да, это немного, но этого вполне достаточно, чтобы здесь установить кровать, прикроватные тумбочки, разместить шкаф напротив кровати, повесить телевизор и использовать эту комнату по прямому назначению. При этом мы сейчас находимся в комнате, и здесь очень много света за счет вот расширенного оконного проема. Фактически здесь высота до подоконника 60 сантиметров. Высота самого оконного проема 1,95 м, а его ширина 1,75 м. И в сочетании вот с высотой потолков 2,85 м здесь очень пространство, и комната очень светлая. Пойдемте далее в гостиную. А сейчас я прохожу в кухню-гостиную. Ее общая площадь составляет целых 20 квадратных метров. И что мы здесь видим по зонированию? Водоотвод. Мы понимаем, что кухню, соответственно, нужно будет устанавливать либо под этой стеной, либо рассматривать какие-то угловые варианты. Пространства здесь очень много, поэтому вы можете зонировать кухню-гостиную под ваши предпочтения. Здесь можно установить обеденную зону, здесь просится диванчик, соответственно, напротив вы можете повесить телевизор, ну и остается еще под окном очень много места. Оконный проем здесь такой же, как и в комнате, показывать вам не буду. А вот за оператором располагается уже трубка дренажной системы, которой будет подключен кондиционер. Что касается, кстати, блоков, внешних блоков кондиционеров, то корзины будут устанавливаться вот как в кухне-гостиной, так и в каждой комнате. Сколько же стоит эта квартира? На данный момент стоимость этой квартиры 5 миллионов 250 тысяч рублей. И при этом по акции сейчас идет отделка white box подарок. А где я смотрю всю эту информацию? На сайте компании Ассоциация застройщиков, где вы можете увидеть все остатки, цены, планировки по комплексу зеленая территория без всякой регистрации, дополнительных смс, все в открытом доступе. Поэтому заходите, пользуйтесь. Также вы всегда можете сравнить жилые комплексы города Краснодара между собой по цене. Сейчас я прохожу двухкомнатную квартиру, которая требует особого внимания. Сейчас покажу вам почему. На входе с правой стороны сразу санузел. Второй санузел у нас располагается в комнате, его чуть позже покажу. Да, в этой планировке два санузла. И мы проходим вот в кухню-гостиную, вот такое большое пространство, 30 квадратных метров. И здесь уже можно фантазировать вот под ваши предпочтения, как вы здесь, где вы установите кухню, где вы поставите диван, где вы сделаете обеденную зону. Пространства очень много, из которого у нас располагается вход в одну комнату, рядом с оператором вход в другую комнату. Ну, здесь вы явно друг другу не будете мешать. Что касается расположения мебели, то, конечно же, кухню лучше ставить вот где много света. Это как раз-таки вот эта зона, где у нас большой оконный проем фактически во всю стену. Это угловое остекление, с которого открываются виды на западный обход. Здесь, конечно же, нужно расположить кухню вот в этой части. Вот в этой зоне лучше организовать, конечно же, обеденную зону, потому что здесь пространства много. Ну, а здесь уже можно поставить диванчик. Напротив, за оператором у нас находится стена, на нее можно будет повесить телевизор. Две световые точки, раз и два. В комнате очень светло и очень много пространства. А сейчас пойдемте в одну из спален, покажу, как там все обустроено. Сейчас я прохожу в спальню. Она является родительской. Здесь располагается еще один санузел, его площадь практически 3 квадратных метров. Общая площадь этой спальни составляет 16,5 метров. Фактически, с учетом наличия санузла, можно считать, что это мастер спальня. Так по-современному называют сейчас такие планировки. Здесь также большой оконный проем фактически во всю стену, с которого открываются виды как во двор, так и на остальную частью жилого комплекса. Пространства и света здесь очень много. С учетом площади 16,5 квадратных метров, вы здесь также можете расположить кровать, можете установить шкаф. То есть 16,5 метров позволяет вам здесь зонировать комнату под ваши предпочтения. Ну и конечно же в части санузла. Можно его также ставить здесь как санузел, а можно использовать как гардеробную. Это уже исходя из ваших целей. Пойдемте в следующую комнату. Вторая отдельная комната является детской. Здесь общая площадь 10,5 квадратных метров. И как мы показывали уже в однокомнатной квартире, этой площади вполне достаточно, чтобы здесь установить спальное место, поставить шкаф, прикроватные тумбочки, ну либо разместить письменный стол, если уже ребенок ходит в школу. Здесь также очень много света за счет расширенного оконного проема. Какова стоимость этой двухкомнатной квартиры общей площадью 68 квадратных метров? На текущий момент она составляет 8 миллионов 500 тысяч рублей. Ну а в каком же формате в виде передаются квартиры будущим собственникам? Они передаются в предчистовой отделке формата вайбокс. То есть здесь будет механизированная стяжка пола, стены будут оштукатурены, окрашены в белый цвет. Все мокрые точки, то есть санузлы, по ним будет проведена гидроизоляция. Электричество будет заведено до щитка на входе, будет установлена качественная входная дверь с качественной фурнитурой. Ну и также будет разводка отопления с установкой радиаторов конвекторного типа. Ну и конечно же будут у вас стеклопакеты, которые здесь устанавливаются. Качественные от компании Rehau, я вам о них уже рассказывал. Для тех, кто не хочет тратить свое время, а въехать в готовую квартиру после ввода дома в эксплуатацию, есть три вида ремонта от застройщика. Стоимость его составляет 25 тысяч рублей за квадратный метр. И ремонт от застройщика, конечно же, можно включить в ипотеку. А какие ипотечные программы действуют на данный момент? Конечно же, это ипотека без первоначального взноса, которая позволяет вам не тратить собственные накопления. Также есть ипотечные программы, которые позволяют делать минимальные платежи ипотечные сроком от одного до двух лет. И позволяют вам также комфортно планировать свой переезд в новую квартиру. Друзья, в сегодняшнем видеообзоре я вам показывал на макете, как будет выглядеть комплекс в будущем. Как будут выглядеть фасады. Показывал вам детали этого жилого комплекса. Сейчас я вам продемонстрировал две планировки. Однокомнатную и двухкомнатную квартиру, в которой сейчас нахожусь. И я еще раз убедился, что здесь сделано все очень качественно. Ну а функциональность и эргономичность планировок еще раз подтверждает подход к застройщику, к планированию и реализации этого комплекса. В сегодняшнем видеообзоре я вам рассказал и показал о жилом комплексе «Зеленая территория», который по праву претендует стать лучшим из лучших на западном обходе. Ведь здесь будет все, что необходимо для комфортного и безопасного проживания. Ну а с учетом тех цен, которые здесь есть сейчас на старте продаж, это от 120 тысяч рублей за квадратный метр, вы можете приобрести квартиру в «Зеленой территории» не только для собственного комфортного проживания, но и также с целью инвестирования. Ведь цены здесь будут однозначно расти, как с развитием транспортной инфраструктуры на западном обходе, так и с ходом строительства. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал, мы для вас еще будем много публиковать видеообзоров, которые будут очень интересными. Также подписывайтесь на наш Telegram-канал, где мы публикуем все новости недвижимости города Краснодара. Ну и, конечно же, пользуйтесь нашим сайтом, где вы можете получить полную информацию по жилым комплексам города Краснодара, она в открытом доступе, без регистрации, смс. Здесь есть все цены, остатки, планировки практически по всем жилым комплексам города Краснодара. Ну и, конечно же, звоните нашим менеджерам компании «Ассоциация застройщиков» по телефону 8 800 550 23 93. Наши ребята подберут именно тот вариант, который нужен вам. И, конечно же, оформят и одобрят ипотеку. Друзья, ну я с вами буду прощаться. Меня зовут Кирилл Оридниченко, компания «Ассоциация застройщиков». Всем пока!